друзья всем огромный привет рыбу я очень люблю в том числе и минтай люблю его в разных видах жареные пареные вареные тушеные запеченные в духовке маринованный и сегодня я вам хочу предложить вариант блюда которое я попробовала совсем недавно и скажу вам честно раньше я такого не пробовала изумительно вкусно получается готовится вот просто просто проще некуда оставайтесь со мной давайте будем готовить вместе минтай очень удобно использовать минтай вот в таких брикетах я сейчас покажу вам поближе если не найдете такое можете взять филе минтая либо рыбу целиком и разделать ее на филе вот так выглядит это минтай филе минтая без костей просто сформированной виде вот таких вот брикетов разморозила рыбку в холодильнике на нижней полке выложила на бумажные полотенца чтобы стекла лишняя жидкость рыбка у нас в принципе подготовлена теперь нам нужно сделать с вами соус он же маринад готовится он очень просто состав блюда вы всегда можете найти в описании под видео заглядывайте туда и в конце видео поэтому смотрите рецепт до конца и так соус масло у меня оливковое можно взять просто посолнечное выливаю глубокую миску сюда сразу же пропускаю через пресс чеснок далее следующий компонент корень имбиря интересное сочетание да уже получается корень имбиря натираем на мелкой терке аромат какой передать словами имбирь у нас идет к остальным продуктам листочки мяты стебли нам не нужны именно листочки берем если все-таки мяту не найдете или не хотите использовать мяту экспериментируйте на своей кухне добавьте какую-то другую зелень например тархун или укроп или даже петрушку или кинзу все по вашему вкусу пробуйте разные варианты конечно же мяту теперь нужно мелко порубить вот мяту отправляем теперь миску получилось где-то столовая ложка примерно рубленой зелени для цвета добавим немножко куркумы обязательно смесь перцев свежемолотую соль лучше брать покрупнее рыба любит как говорится 3p подсолить поперчить подкислить кроме всего того что мы добавляли будем добавлять сок лимона и чтобы сбалансировать вкус добавлю немного сахарку все это теперь тщательно тщательно перемешиваем аромат какой подобно сковороду смазываю маслом много не нужно сковороду разогреваю и затем убавляю огонь до среднего выкладываю минтай сверху на каждый кусочек вот таким образом соус распределяю ну или маринад называйте как хотите самое главное что получится очень вкусно засушивать минтай ни в коем случае не нужно буквально по 3-4 минуты с каждой стороны обжариваем вот так рыбку смазали рыбку смазали буквально минутка прошла переворачиваем на другую сторону вот так кусочки все ровные красивые теперь с другой стороны тоже смазываем соусом вот так каждый кусочек вот сейчас 4 минутки обжариваю переверну и доведу до готовности с другой стороны еще две минутки давайте посмотрим вот такая красота рыбка нежная переворачиваем еще две минутки и будем снимать с огня перекладываю рыбку на блюдо и и буду готовить вторую партию друзья мои хочу отметить что вот кстати пока я готовила минтай рыбой вообще не пахнет аромат изумительным подаем можно с гарниром можно без него нежнейшая рыбка получается нежнейшая и для красоты еще можно сделать вот так каким-нибудь топпингом полить сверху и вообще ну чем не ресторан у у вас дома красотень давайте посмотрим что у нас нежнейшие нежнейшие пойдем пробовать я уже попробовала кусочек до ножик надо хотя ты знаешь вот как я уже и сказала нежнейшая рыбка поэтому у меня штуки текут поэтому даже нож не нужен шикарный минтай нежнейший сочнейший вот если честно даже не поймешь что это минтай мне кажется что ты кушаешь какую-то вот прям офигенную рыбу хотя минтай тоже классная рыба многие недооценивают а зря шикарно прям вкус вот этот аромат нежная сочная в общем рецепт не замороченная рыбка получается шикарная можно хоть просто так ее подать можно с овощами зеленью можно с каким-то гарниром с рисом с кускусом с картофельным пюре да все что вы хотите готовьте обязательно готовьте я вам желаю приятного аппетита замечательного настроения заходите к нам почаще но и не забывайте поставить лайк за наши старания всем пока